На рабочем совещании, состоявшемся в Центральной избирательной комиссии 26 июня, обсудили вопросы о возобновлении приостановленных в связи с пандемией выборов 30 местных кенешей, выборы глав МСУ и выборы в парламент. Для планирования выборов очень важно учитывать условия для проведения выборов, риски для здоровья граждан, развитие эпидемиологической ситуации. Поэтому это было очень важное совещание, на котором республиканский штаб дал полную информацию, текущую, об эпидемиологической ситуации. Нам предстоит выработать решение с учетом этой информации, с учетом анализа условий для полноценной реализации избирательных прав, с учетом необходимых мер для защиты здоровья граждан. Как сообщила Шайлда Бекова, правовых препятствий для проведения выборов нет. Согласно закону, выборы не проводятся только при объявлении в стране режима ЧП. Такой режим пока не введен, но в любом случае при назначении выборов будет учтена эпидемиологическая ситуация в период проведения агитации и во время проведения самих выборов. Надо учитывать этапы выборного процесса. Есть более активные этапы выборного процесса, более спокойные этапы выборного процесса. Основной пик активизации, конечно, всегда приходится на агитационный период. В сентябре месяце, а также этап выдвижения кандидатов тоже будет характеризоваться активным проведением съездов. С учетом особенности каждого этапа выборной кампании, правительство готово выработать алгоритм, обеспечивающий защиту здоровья граждан и также учитывающий рекомендации ЦИК по полноценной реализации избирательных прав. Председатель ЦИК сообщила, что в Кыргызстане были приостановлены выборы глава Элокмату и мэров. В выборах участвуют лишь депутаты местных кенешей от 11 до 21 человека. И эти выборы можно провести с соблюдением всех санитарных норм, что также отметил и первый вице-премьер-министр Алмазбек Батарбеков. А по поводу выборов в Джорку-Кенеш он отметил о готовности совместно с ЦИК разработать соответствующие алгоритмы для их безопасного проведения. Если выборы в Джорку-Кенеш будут объявлены, то республиканский штаб во взаимодействии с ЦИКом реализует все необходимые меры в рамках алгоритма, учитывающие особенности мероприятий на каждом из этапов выборов. Но Батарбеков подчеркнул, что ситуация в стране имеет тенденцию к ухудшению, и правительство Кыргызстана принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и напомнил, что на данный момент действует решение штаба при остановлении массовых мероприятий.